Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня на библейском портале экзегет мы будем с вами рассматривать второе соборное послание святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И сразу хочется сказать несколько слов, что послание это очень маленькое. Это небольшое частное письмо, написанное конкретному лицу. Но дело в том, что для нас, для христиан XXI века, да и любого времени, огромное значение имеет все, что написали святые апостолы, потому что в их словах мы черпаем и обретаем источники воды, текущей в жизнь вечную. Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Вот, дорогие братья и сестры, в этом послании, и, кстати, только вот в этом послании мы впервые встречаем, что святой апостол, он именует себя старцем. Конечно, и исследователи с этим соглашаются, что вот это послание, оно было написано уже в старческом возрасте святого апостола. Мы знаем, что он прожил более всех других апостолов, даже указывается такой возраст, как 101 год прожил святой апостол Иоанн Богослов. И он действительно в этом смысле был старцем, но мне хотелось бы еще обратить внимание на то, что именно с апостола Иоанна Богослова ведет начало традиция православного старчества, особого духовного руководства, «Когда вот учат, есть не просто духовный наставник, а благодатный Отец, прозревающий волю Божию, который всегда может тебя утешить в любой скорби и произнести, дать тебе совет не от человеческой мудрости и не только от своего жизненного опыта, а предложить совет от просвещения свыше, от Бога. Старцы — это люди, которые прозревают волю Божию. И вот именно таким был апостол Иоанн Богослов, поэтому он действительно и являлся старцем. И так вот он пишет «Старец, избранный госпоже и детям ее». Вот это соборное послание, оно действительно является таким частным письмом, которое направлено было к конкретному лицу, простой христианке, женщине. И вот что удивительно, ведь в дохристианское время женский пол весьма пренебрегался. И мы не встретим, чтобы кто-то адресовал какие-то значимые письма, послания или книги посвящал какому-либо лицу женского пола. Но в Новом Завете, когда происходит вообще оправдание уже человека во Христе, и во Христе все обретают спасение, и мужчины, и женщины, то вот теперь и женщина, она тоже достойна, чтобы к ней адресовалась целая книга Священного Писания. А кто была эта женщина? Это обратившаяся христианка. О ней сказано, что она избранная. И в данном случае под избранием подразумевается именно вера Христова. То есть это вот удел Божий, к которому призываются все люди, но не все откликаются. Много званых, но мало тех, кто, оказывается, избран. И вот эта женщина, она откликнулась на призыв евангельского благовестия, и поэтому она называется избранной госпожой. А также упоминаются дети ее, и, судя по всему, она была вдовой. Супруг не упоминается. Она обратилась ко Христу и являлась одной из учениц апостола Иоанна Богослова. И вот он пишет, что «любит их поистине, и не только он, но и все, познавшие истину». Вот это свойственно для подлинных христиан, что когда в нашем сердце поселяется любовь, мы любим не только тех, с кем связаны узами родства, с кем дружим, кому расположены лично, а любовь начинает простираться уже ко всем другим людям. И любовь, она не делит окружающих на своих и чужих, потому что все являются своими. Каждый создан по образу Божию, и каждый призван к благовестию Христову. Апостол еще говорит, что он пишет «ради истины, которые пребывают в нас и будут с нами вовек». Конечно, это вот истина Христова, которая пребудет в церкви вовек. Но еще мы можем вспомнить обетование Спасителя. Он говорил, что «дам вам иного утешителя, духа истины, который пребудет с вами вовек». И вот Святой Дух, который просветил первохристианскую общину, он и помогает сохранять в церкви истинное учение. И так будет до скончания века. И вот эта вот истина и пребывает с нами, и будет вовек, как говорит Святой Апостол. Ну, а завершает свое приветствие Святой Апостол очень чистыми, простыми, но добрыми словами. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Вот нам всем очень не хватает положительных понятий, каких-то чистых и добрых слов. Обычно мы встречаем все время какие-то либо злые слова, либо что-то устрашающее в средствах массовой информации, в литературе, везде кто-то с кем-то враждует, кто-то что-то вынужден преодолевать, добиваться какой-то справедливости. И не хватает вот этой вот чистой и доброй простоты. И в Священном Писании мы встречаем вот эти простые, но добрые слова. Они выражаются в благословении, в благословении апостольском. «Да будет с вами благодать, милость и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Вот если посмотреть, как толкуют эти слова разные толкователи, то здесь выделяются некоторые оттенки. Вот выделяется что? Мы видим такое троекратное упоминание. «Благодать, милость и мир». Благодать — это что такое? Это, собственно, обилие Божьих даров. Если бы мы говорили таким чисто догматическим языком, то мы сказали бы, что благодать — это нетварный свет, который предвечно исходит от Господа и который во Христе является людям. Вот как Спаситель на горе Преображения сам просиял вот этим нетварным светом, то к этому свету, к причастию этой благодати, призываются и все люди. Вот это и есть благодать как благой, добрый дар. Но упоминается еще и милость. Милость выражает сострадание. Грешные люди обычно пребывают постоянно в каком-то внутреннем раздоре, вражде. Вот когда мы в греховном настроении, то у нас наши мысли, они все время в немирном, таком воинственном устроении, и мы постоянно добиваемся какой-то своей справедливости, постоянно пытаемся чего-то добиться. Апостол, он посылает нам в том числе и благодатный мир. Милость — это как сострадание от Господа, а мир — это уже умиротворение, умерение наших метущихся душ. Святой апостол далее пишет. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Вот в этих словах упоминаются дети, женщины, к которым адресовано послание. И апостол Иоанн, он искренне радуется за этих детей, что они приобщаются вере Христовой, истине евангельской. Вот мы видим, что уже в I веке достаточно быстро дети откликаются на благовестие, потому что детские души, они более чистые, непосредственные, и когда они слышат такое искреннее слово о вере, то они достаточно легко это воспринимают. И святой апостол, он фактически закладывает основы христианской педагогики и говорит о любви. Он напоминает заповедь, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. Дело в том, что вот если у нас есть в семье, в том вот круге общения, где мы находимся, если присутствует любовь, то можно решить любую проблему, абсолютно любую. И нет такого вопроса в воспитании детей, во взаимоотношении сотрудников, в решении каких-то социальных вопросов, которые невозможно было бы разрешить и преодолеть, когда присутствует любовь. А если нет любви, то все рушится. И святой апостол Иоанн, вот не зря он называется апостолом любви, потому что он сам имел в сердце любовь и являл это людям. Поэтому об этом он и постоянно напоминает, чтобы мы любили друг друга. Но нам, как христианам, он еще напоминает, что недостаточно вот только друг друга любить, а надо любить еще и Господа. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Вот неоднократно, когда мы обсуждаем соборное послание апостола Иоанна Богослова, мы возвращаемся к этому, что любовь, она познается по исполнению заповедей. Если ты говоришь, что любишь Бога, но при этом запросто игнорируешь Его заповеди, то где же здесь любовь? Подлинная любовь, она выражается в верности. А верность — это всегда следование, вот если говорить о верности Богу, это следование по пути Божьему, то есть по пути Божьих заповедей. И вот уже в то время, к великому сожалению, появлялись некоторые люди, которые начинали искажать и заповеди Божии, и само учение Христово. Обычно мы идеализируем апостольский век, но уже тогда появляются и первые лжеучители. И апостол Иоанн по этому поводу говорит, «Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». В чем заключается вот это обольщение? Именно в том, что вот эти вот лжеучители, они отрицали Христа, пришедшего во плоти, то есть они отрицали Бога воплощения. Весь смысл спасения заключается как раз в том, что Господь Бог, необъятный, безграничный, бесконечный, Который пребывает над нашим немощным миром, Он вошел в историю, Он стал таким же, как мы. Он воспринял человеческую природу, чтобы понести страдания за наши грехи. А если Он не воспринял человеческую плоть, то значит, Он и не страдал за наши грехи, значит, наши грехи и не искуплены во Христе. Если Он не воспринял человеческую плоть, то значит, Он и не воскрес из мертвых, тогда и нам никакого воскресения не будет дано. То есть вот это вот лжеучение, которое на самом деле очень часто повторяется. Оно является искажением самой сути христианства. Это отвержение Бога воплотившегося. Воплощение Божие открывает людям начало и дает вечную жизнь, потому что только через Христа, как воплотившегося Господа, мы можем сами приобщиться к Богу и обрести воскресение. И вот святой апостол в этой связи предлагает такое важное правило духовной жизни. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Вот бывает так, что человек поначалу вдохновляется верой Христовой, ему интересно читать Евангелие, очень нравятся заповеди Спасителя, он этим загорается, ну, начинает читать, а потом вдруг видит, что выполнять-то трудно, исследовать этому тяжело, нужно самого себя постоянно в чем-то ущемлять, трудиться над собой, и потихоньку остывает. Наступает такое расслабление, и человек невольно все дальше и дальше уходит от Евангелия. И вот так получается, что то, что было принято вначале, оно теряется. И, конечно же, такой человек не может воспринять, как пишет апостол, полные награды. Ну, конечно, речь здесь не то, чтобы нам получить какие-то венцы, а награды для христианина становится само общение с Господом. Если ты обрел Бога, то ты уже и обрел рай, потому что рай там, где Господь Бог, и где чистое сердечное общение с Ним. Святой апостол продолжает. «Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына». Вот часто идут споры о том, насколько спасительны другие религии. Но апостол Иоанн Богослов, он говорит прямо, что кто приступает учение Христово, то есть не следует Евангелию, тот не имеет Бога. И только тот, кто следует учению Христово, тот имеет и Сына, и Отца. Вот к Богу Отцу невозможно прийти, игнорируя Сына Божия. Невозможно обрести общность с Богом Отцом, с нашим Небесным Отцом, пренебрегая Сыном Божиим, который пришел на землю, воплотился, пострадал за наши грехи и воскрес. И таким образом, вот апостол, он подчеркивает, что именно вера Христова, она и является единственно спасительной, ибо это путь не только к общению с Сыном Божиим, но и с Богом Отцом. Далее апостол Иоанн произносит такое вот строгое предостережение. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Конечно, это может смотреться несколько так вот радикально, ну как-то так не приветствовать, не принимать, но реальность, она что показывает, что очень многие сектанты, которые вот именно ходят, часто вот, ну сейчас может быть поменьше, но вообще это у них принято, и в квартиры звонят, стучат в дверь, напрашиваются на общение, они пытаются вот в самом начале разговора за что-то зацепиться. А если вы им сразу ответите, ну простите, нам не нужно этого общения, вы сразу им откажете, вот следуя именно совету апостола Иоанна Богослова, не приветствуя и не принимая их в свой дом, то вы уже избежите очень и очень многих проблем, потому что у людей, попавших в секты, проблемы-то начались именно с того, что в самом начале они ответили на вот это вот приветствие, стали слушать, что-то расспрашивать, и потом попали в эти совершенно ненужные сети. Так вот и получается, что тот, кто приветствовал их, тот и стал участником в злых делах их. И завершает свое небольшое соборное послание апостол Иоанн такими строками. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети, сестры твои избранные. Аминь». Вот святой апостол упоминает сестру вот этой христианки, к которой он обращался, ее детей, и говорит о намерении и желании прийти и общаться лично, чтобы радость была более полной, потому что действительно, когда кто-то общался со святым апостолом Иоанном, то его радость была совершенной. Вот дай Господь нам следовать заветам апостола Иоанна Богослова, избегать лжеучителей, избегать разговоров с сектантами, стараться любить друг друга и хранить свое сердце в чистоте, чтобы то, что было положено вот вначале, как духовный труд, достигло своего духовного итога, и мы унаследовали то вот вечное царство, которому причастен сам апостол и евангелист Иоанн Богослов. На этом мы завершаем рассматривать второе соборное послание апостола Иоанна Богослова. Храни всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok